Готовите говядину, ожидая подать на стол мягкое и сочное блюдо, а вместо этого мясо получается сухим и резиновым, как подошва. Сергей Калинин, замечательный кулинар и мой друг, утверждает, зная его секреты приготовления говядины, вы таки получите сочное и мягкое вкусное мясо. Да к тому же затратите времени не больше, чем на приготовление свинины. Встречайте Сергея. Здравствуй, мой дорогой. Привет. Конечно, задание, которое ты буквально получил, и не от меня, а от наших зрителей, довольно сложное. Ведь многие хозяйки готовят говядину, считая его достаточно диетическим мясом, и справедливо. Но ведь совершенно невозможно дома приготовить говядину. Вечно какая-то сухая, не жуется. Я скажу, что с говядиной легко справляться, если знать несколько секретов, которые мы сегодня будем обсуждать. Хотелось бы узнать, у кого из вас, мои дорогие, возникают проблемы во время приготовления говядины, и вы могли бы сейчас рассказать об этом. Меня зовут Лариса. Не всегда получается. Хотелось бы, чтобы она была вкусная, сочная, но часто не получается результат. Пожалуйста. Хотелось бы узнать, почему мясо все-таки остается жестким при двухчасовом тушении с добавлением сливок. Представьтесь. Я Галина. Говядину я готовлю не очень часто, потому что ее надо очень долго готовить. И хотела бы уточнить, сколько по времени надо тушить говядину, чтобы она была не такая жесткая. Дело в том, что периодически мне приходится читать социальные сети. Насмотрелся видео, начитался самых разных рецептов и комментариев. И решил вместе с вами сегодня проверить два народных, я бы сказал, способа. Это способы касательно маринования. И самим убедиться, да или нет. И я так понимаю, что ты предложишь еще сегодня и свой вариант маринования? Безусловно. Раз я беру обсуждаться что-то чужое, должен предложить что-то свое. А с чего мы начнем? Я пока маринадов не вижу. Помимо маринования, есть еще важный момент. Как правильно нарезать мясо. От этого тоже зависит его мягкость. Я пригласил бы все-таки кого-то из вас зайти к нам и попробовать нарезать мясо, а мы посмотрим, что из этого получится. Выбирай. Кто больше всего на меня смотрит, тот и пойдет к нам. Ой, а может она просто влюбилась, а не говядину хочет. Это уже не важно. Идите, будем разбираться. Пожалуйста, идите к нам. Здравствуйте. Как вас зовут? Оксана. Покажите, пожалуйста, вашу правую руку. Не замужем? Нет. Вы вышли, потому что вам Сережа нравится или мяса порезать? Ну и то, и то. Отойди чуть-чуть на 5 сантиметров. Попробуй научиться. Вы видите, что творится? Я говорю, Сережа, отойди, она за ним. Оксаночка, часто готовите говядину или телятину? Не часто, но готовлю. Не всегда получается такая мягкая, как бы хотелось. А у меня тоже так. Я слышала, что надо ее вдоль волокон резать, оно не получается. Часа два тушится, и она все равно жесткая. Нарежьте. Так. Так, так. Это Оксаночка. Оксана, остановитесь. Мы не дадим вам больше портить мясо, я так точно не дам. Неправильно? Неправильно. Почему? А что неправильно? Мясо состоит из волокон. Чем длиннее волокна, тем сложнее их пережевывать, потому что это все равно мышца. Соответственно, она жестче. Поэтому чем короче у нас будут волокна в куске мяса, тем легче нам будет их пережевывать. И как же тогда его порезать? Здесь очень хорошо видно на этом куске. Вот волокна идут вдоль. Соответственно, если мы будем резать их поперек, мы их будем укорачивать, и, соответственно, будет легче и готовиться, легче проникает и маринад. Тем меньше будет сокращаться мышца сама по себе при термической обработке. Мясо становится мягче от этого. Ты объяснил все замечательно, да, Оксана? Да. Хорошо объясняет Сережа. Интересно. Оксана, вот теперь нарезайте вот этот кусочек поперек. И я, Оксаночка, вместе с вами потренируюсь, потому что у меня тоже с приготовлением говядиной проблемы. Для сегодняшнего блюда нам понадобятся кусочки где-то полтора сантиметра, сантиметр. Оксаночка, ну вы часто смотрите «Все буду добрый»? Постоянно. Мне очень нравится. Правильно резать говядину вы уже научились, Оксаночка. Пожалуйста, возвращайтесь. Спасибо вам огромное, вы нам помогли. Калинин, стоять! А между тем куски мяса правильно порезаны. Что делать дальше с ними, чтобы они были мягкими и сочными? Нам необходимо накрыть их пленкой и отбить молоточком. До маринования? Да. Нам нужны такие медальончики где-то в два раза больше, чем эти. Спасибо. Сережа, отбиваем плоским. Да. Ну что, начнем, да? Давай. Ну не знаю, уже, по-моему, мягкое, да, стало? И ты говорил, что ты экспериментировал с теми маринадами, которые рекламируют в сети, как очень эффективные и оригинальные. Давайте проверять. Маринад номер один – это яблоко-лимон, содержит в себе кислоту. Поэтому они имеют размягчающее влияние на мясо. Но есть проблема, если много жил, жилы, наоборот, могут затвердеть от кислоты. И второй маринад, чем-то мне напомнил немецкую кухню, рассол от квашеной капусты. Тоже кислота, да? Другой вопрос, что при тепловой обработке квашеная капуста будет пахнуть, ну, так себе, мне кажется. Надо проверять. Так а ты замариновал заранее такое мясо, да, в этих маринадах? Да, естественно, для того, чтобы мы могли сразу проверить. А мой маринад мы пройдем пошагово и посмотрим, что у меня есть для вас. Нравится тебе, да, маринад из рассола? Ну, я не хочу никого обидеть, честно говоря, но я бы такое не готовил. Мне запах не нравится, если честно. По поводу мягкости может быть. Ну, тут меньше ароматов, скажем так, поскольку это лимон, это яблоко. Приятный запах. С точки зрения ароматики мне этот нравится намного больше, поэтому интересно сравнить и по вкусу, и по состоянию эти два маринада. Как долго должно находиться мясо в этих маринадах? Если мы посмотрим на рекомендации именно из интернета, то общее мнение примерно это час минимум для маринада. И мой маринад оказывает прямое действие на говядину, то именно, которое мы хотим. Размягчает мясо, поскольку мы используем вишню. Поэтому я хочу предложить для вас сегодня именно вишневый маринад. Вишню мы замариновали в таком достаточно легком и быстром маринаде. Это перец чили, сахар и коньяк. Я думаю, что даже это стоит попробовать. Безусловно. Ароматно? Вкусно? Вот мы нарезали мясо, оно провело вне холодильника порядка часа. Это важно для того, чтобы процесс приготовления шел правильно. Давай уже мариновать. Сюда отправляем мясо, туда же отправляем розмарин. Я немного поломаю лавровый лист. Черный перец горошком. И, конечно, надо добавить немного соли. Не бойтесь, что соль вытянет влагу. Здесь происходит обратный процесс так называемый. Сначала соль вытягивает влагу, а потом этот рассол впитывается обратно в мясо. Поэтому это нормально. Сереж, как долго нужно так выдерживать мясо? Ну, час, конечно. Таким образом, смотрите, в нашем эксперименте Сережа дает фору этим вариантам маринования говядины, потому что они уже пробыли в холодильнике час, и теперь еще час будут мариноваться так же, как и это мясо. Да, точно, это можно называть форой. Да. Итак, мясо будет мариноваться еще час, а потом мы продолжим. Все, процесс мариновки закончен. Все очень просто. Ну, а теперь часть вторая, как говорится, главная. Приготовление заранее замаринованного мяса блюда. Это будет рулет. Вот у нас есть основа рулета, а вот у нас есть начинка рулета. Это будет рулет из говядины с вишнями. Одна из самых кислых ягод и сильно размягчает волокна. Все очень просто и вкусно. То есть мы будем готовить из всех трех видов мяса, замаринованных по-разному, одно и то же блюдо. Одно и то же блюдо. Это будет самый лучший способ для сравнения. Надюша, сделай рулет, если можно, из этого мяса, которое с капустой. Выкладываем пластом для того, чтобы мы могли завернуть все это дело в рулет. Я попрошу тебя не закручивать концы, чтобы мы могли в противне четко видеть, где какой вид. То есть я завернул маринад, яблоко, лимон, один хвостик. У тебя вообще не будет хвостиков, а вишню мы завернем два хвостика. Все просто. Осталось сформировать мой, и как раз для него мы будем использовать вишню. Включить духовку? Да, на 180 градусов. Я попрошу тебя для начинки пока смешать вишню и крахмал. Объясню, зачем это делать. Максимум столовую ложку на этот объем. Здесь порядка где-то 100 граммов вишен. Таким образом крахмал смешается и поглотит в себя лишнюю влагу. Я пока выкладываю кусочки. Сереж, а почему именно вишню ты выбрал? С вишней у меня связаны детские воспоминания. Дед мой, Михаил Николаевич, ты помнишь, мы часто его вспоминаем. Садок вишневой колохаты? Да, я жил с бабушкой, с дедушкой очень много, и у нас прямо перед входом в дом была старая такая вишня, вот такая. И я построил себе такой курятник на дереве, который гордо называл штаб. Да, то есть я сидел сверху на вишне, смотрел за кроликами, смотрел там машины проезжают. Штаб руководства хозяйства. Помимо вишни у нас росли крутые персики. У нас персики покупал сам Николай Николаевич Озеров. Ух ты. Слушай, так а ты, получается, тоже был с Николаем Озеровым? Известнейшим спортивным комментатором? Знаком. Нет, эту историю мне рассказывал дед, я, по-моему, тогда еще. Маленький просто. Был совсем маленький, да. Эту вишню я подъедал все время. И с вишней связано мое детство, и бабушка, конечно, ее вертуты с вишней, это что-то. Я выложил мяско. Крахмал с вишнями, как ты и говорил. Просто выкладываем вот так вишню, заранее подготовленную, вы помните. И таким образом мы делаем рулетик. Духовка разогрета, и если есть желание, мы можем уже отправлять туда рулеты. Надолго? Ну, мясо такой толщины должно провести минимум 40 минут в духовке, если вы хотите такой медиум-рэр, или 50 минут, чтобы был медиум. А у нас есть чем заняться? Отлично. Сережа, я не могу себе представить ситуацию, что ты приготовил мясо или какое-то другое хорошее блюдо и обошелся без соуса. Ну, это просто не в твоем духе. Соус будет? Нет, соус – это основа основ. Мы можем использовать для этого блюда вишню оставшуюся. Они оттеняют вот такой мясной привкус. У нас соус будет состоять из двух этапов. Первое – мы сделаем ароматическую смесь. У нас пойдет для нее лавровый лист, тимьян, половину чайной ложки, может быть, чуть больше, и черный перец. Я буду использовать насадку-измельчитель. А уже потом, когда мы будем иметь ароматическую смесь, с помощью нашего фуд-процессора мы уже приготовим полностью соус. Очень хорошо, что в нашей кухонной машине мы можем делать несколько процессов. Благодаря насадке-измельчитель мы сможем измельчить и смешать все приправы до однородной консистенции. А для приготовления соуса для мяса мы сможем использовать насадку-фуд-процессор. Благодаря острым лезвиям из нержавеющей стали мы измельчим все ингредиенты до однородной консистенции. Быстро и без временных затрат. Так, у нас есть уже смесь специй. Так, ну что, начнем собирать наш соус. Специи, вишня, бальзамический уксус, примерно 2 столовые ложки. Оливковое масло, пару столовых ложек. Нам нужно выжать немного лимончика. Я попрошу тебя имбирь такими кусочками нарезать, чтобы быстрее перебивался. Перец чили, как мы любим. Ну так, половинку я возьму, а дальше как пойдет. Прекрасно. Готов великолепный вишневый соус. И мясо будет готовиться в духовке еще 40 минут. Потом продолжим. Все три рулета, говядина замаринованная разными способами. Интересно будет сравнить. Приоткрой завесу тайны, пожалуйста. Это у нас с капустой. Это по запаху можно понять. Для наших целей, для того, чтобы сравнить качество маринада и аромат, который мы получаем в конечном блюде, нам вполне достаточно будет вот такого блюда. Пока рулеты немного остынут, я расскажу, как мы их готовили. Возьмите заднюю часть говядины, вишню, крахмал, черный перец горошком, лавровый лист, розмарин. Для соуса вишня, тимьян, соль, сахар, бальзамический уксус, оливковое масло, лимонный сок, имбирь, перец чили. Чтобы замариновать вишню, коньяк, сахар, перец чили перемешать и оставить вишню на час. Мясо нарезать слайсами шириной полтора сантиметра поперек волокон. Мясо отбить через пищевую пленку. Замариновать в специях в течение часа. Мясо очистить от специй, выложить на фольгу внахлест. Вишню обмакнуть в крахмал, выложить на мясо, закрутить в рулет. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 50 минут. Достать блюдо из духовки и, не вынимая из фольги, дать отдохнуть 10 минут. Все ингредиенты для соуса взбить в блендере. При подаче рулет нарезать, полить соусом и украсить розмарином. Так, мы готовы пробовать три блюда из говядины, но прежде предлагаю выпить по чашечке кофе. С удовольствием. И анекдот от тебя. Есть, имеется свежак. Угощайся, пожалуйста. Нес кафе классик. Заряд энергии с утра. Анекдот посвящается проекту «Зважены-то счастливы». Встречаются две подружки. Ленка, а давай худеть. А давай, я как раз кефира накупила. Вот и отлично, оладьев напечем. А как получилось у Сережи или нет, сейчас узнаем. Будем пробовать? Давай. И знаешь, я думаю, не только мы с тобой будем пробовать, но и наши гости, потому что у них должна быть возможность сравнить. Ну это справедливо. Да, мы попросим нашего помощника передать вам говядину. Три вида. Спасибо. Угощайтесь. Сперва попробуем экспериментальные. Экспериментальные. Давай. Я думаю, что по запаху можно будет определить, где какой. Ну и здесь видно кусочки яблок. Ой. Эй. А, лимон, яблоки. А я попробую капусту для начала. Знаешь, есть можно. Лимон и яблоки. Есть такая кислинка. Ну, чуть-чуть жестковатая, конечно. Жестковатая. И мясо с капустой. Такое впечатление, что я вытащил кусок мяса из борща. А я еще не пробовала с капустой. О, да-да-да-да. Я был бы осторожным, два раза подумал, прежде чем такой маринад использовать. Ну, может быть, она такая же сочная и мягкая, как и говядина по твоему рецепту. Давай уже попробуем. Так забавно аромат вишни. Ну, другое дело. Ты прав. Разница налицо. Говядина замаринованная и приготовленная таким способом, такая же мягкая, как эта вишня. Да. Сереженька, мы с тобой тут соус забыли попробовать. Давай. Не, не забыли. Я специально хотел, чтобы ты попробовал сначала мясо без соуса. Да, потом соусом. А так ведь еще вкуснее. Да, за классно. Я думаю, что к этому моменту и вы, мои дорогие, тоже готовы вынести свой вердикт. Да, действительно, говядина с вишней получилась лучше всего. Она самая мягкая, с кислинкой, очень вкусная. Так, кто еще расскажет? Ну, мясо, которое мариновалось с яблоком и лимонным соком, оно жестковатое и суховатое. А, которое мариновалось в капустном рассоле, ну, слишком резкий запах. Запах, да? Ну, а насчет варианта, который Сережа предложил? Очень необычный вариант, такой нестандартный. Несравнимо просто. Мне очень понравилось. Пожалуйста. По мне просто божественно. Мясо нежное, просто супер софтли. Угу. Вау. Нет слов. Софтли. Вау. Ты понимаешь? Пожалуйста. Мне больше всего понравился вариант с вишней. Так. Мясо получилось вкусное, нежное. Но те два варианта не очень. И что мне очень нравится, вам не нужно будет экспериментировать и проверять разные способы. Сережа уже это сделал. Так что, если у вас есть сомнения или вопросы по непроверенным рецептам, которые вы увидели, например, в интернете, то обязательно пишите нам, и наши эксперты все проверят, для того, чтобы вы действовали четко и получали великолепный результат. Вкусные блюда. Калинин разберется. Ура! Привет, YouTube! Хочешь знать много интересных рецептов со всего мира? Подписывайся на наш канал, и будем готовить вместе. Субтитры создавал DimaTorzok